Интересные факты о Египте Вторая река в мире после Амазонки – Нил. Это единственная река в Египте. Нил проходит через пустыню Сахара и дает возможность существованию какой-либо жизни в этой пустыне вдоль своих берегов. В Ниле водятся крокодилы, черепахи, а также нильский окунь, масса которого может достигать 140 килограмм. Волноводность Нила меняется в зависимости от времени года, однако в среднем в течение года река вливает в море около 3000 тонн воды в секунду. Древних египтян можно назвать суперязычниками, они поклонялись более 1400 различным божествам. При этом даже одно божество могло иметь множество различных форм. В IV-VII веках православие было самой распространенной религией в Египте. Египетское монашество, пустыножительство и обилие святых, оставивших после себя многие труды и сегодня считаются образцом для подражания в православном мире. Сегодня Египет – мусульманская страна, однако христиане в ней по-прежнему существуют, хоть и подвергаются гонениям в последние годы. И все же их в стране проживает около 10% от общего населения. Впрочем, сегодня египетское христианство не является православным. Большинство из них принадлежат к так называемой Копской церкви. Единственная из знаменитых семи чудес света, которые дошли до нас с древних времен, – это пирамида Хеопса. Пирамиду составляют примерно 2,3 миллиона каменных блоков, уложенных в 203 яруса до высоты 137 метров. Каждый блок имеет форму куба и весит от 2,5 до 15 тонн. Раньше считалось, что пирамиды строили рабы. Но современные исследования показали, что каменные исполины создавались вольно наемными строителями, которые хорошо кормили, лечили от травмы и платили им деньги. Строители гордились своим делом, о чем свидетельствуют граффити, оставленные ими на блоках. Несмотря на всю грандиозность пирамиды Хеопса, современные строители не уступают своим древним предкам трудолюбиям. Асуанская плотина, перекрывшая Нил в 1970 году, содержит в себе объем строительных материалов 17 раз превышающих тот, что пошел на сооружение Великой пирамиды. Ее сооружали 10 лет, она имеет высоту 111 метров и является самым массивным сооружением в мире. 95% территории Египта это пустыни. Самые крупные и известные Сахара и Львийская пустыня. На оставшихся 5% живет почти все население страны и расположены все ее города. И эти 5% полностью лежат в дельте Нила. В присловии Египет в голове у многих сразу же возникают три ассоциации пирамиды, фараоны и конечно же туристические курорты. Как это не удивительно, однако по количеству денег, которые страна получает извне, турист стоит лишь на третьем месте. На первом месте доход от пошлин за прохождение судов через Суэцкий канал. На втором месте доходы от продажи нефти. Древние египтяне были первыми, кто вычислил продолжительность года 365 дней. Они же придумали делить сутки на 24 часа. За несколько тысяч лет до открытия пенициллина египтяне знали о том, что ряд инфекционных заболеваний успешно лечатся хлебной или земляной плесенью. Туристов в Египте любят. В обслуживании туристов заняты 12 процентов работающего населения страны, а египетские полицейские обычно в спорных ситуациях принимают сторону иностранных туристов. Кошки считались священными животными в Египте, почти как коровы в Индии. Убить кошку считалось страшным преступлением и наказывалось вплоть до смерти. Кошек тоже мумифицировали. Впрочем, египтяне вообще были фанатами и мастерами мумификации. К примеру, кроме знаменитых человеческих и кошачьих, археологи обнаружили множество мумий-ибисов. Мумии египетского фараона Рамзеса II выписали современный египетский паспорт. Это понадобилось для ее отправки на реставрацию во Францию в 1974 году. После тотального разграбления египетских реликвий всеми, без исключения завоевателями и колонизаторами, в Египте были приняты строгие меры относительно вывоза за рубеж культурных ценностей. Поэтому, во избежание проволочек, связанных с транспортировкой мумии, являющейся исторической ценностью, ее просто оформили как больного гражданина следующего на лечение за границу. Обычай носить обручальное кольцо на безымянном пальце появился в древнем Египте. Затем его переняли греки, от них римляне, ну а потом уже и остальная Европа. Самая знаменитая царица Египта – Клеопатра. Она правила страной 22 года, но Клеопатра не была египтянкой, по происхождению она была гречанкой. Кстати, миф о ее неземной красоте – это именно миф, растиражированный киношниками. Сохранились монеты с ее изображением, на которых профиль царицы не только некрасивый, но более мужеподобен. Египтяне очень хитрые и экономные. Когда власти ввели налог на недвижимость, они стали массово разбирать капитальные крыши своих домов, а новые вообще не накрывали крышами. Ведь по закону за недостроенное жилье платить налоги не нужно. Поскольку даже в самые сильные и холода температура воздуха в египетских городах и селениях не опускаются ниже плюс 15 градусов, то десятилетиями жить под легким навесом особо никого не напрягает. Красное море, на берегу которого частично расположен Египет, не упадает ни одна река, поэтому она является самым чистым в мире и самым соленым после Израильского Мертвого моря. Но в отличие от последнего, в Красном очень богатая флора и фауна, что привлекает многочисленных подводных туристов со всего мира. Египет – самое густонаселенное государство Ближнего Востока. По результатам переписи в стране проживало почти 93 миллиона людей. При этом, как уже говорила ранее, почти все они живут на 5% территории страны. Говорят они все на арабском языке и пишут справа налево. Самая высокая горная вершина в Египте имеет высоту 2629 метров над уровнем моря и называется Джабель-Катрин. Считается, что письменность изобрели в Древнем Египте. Там же были придуманы чернила и первая бумага из папируса. Главными вредителями полей в Египте считаются бегемоты. В Египте есть памятник автомату Калашникова. У древних египтян было великолепно развито зуборачебное дело. У очень многих древних мумий прекрасно сохранились пломбы. Еще при фараоне первой династии Тотиси был составлен своеобразный анатомический атлас человеческого тела. До нас дошли по меньшей мере десятки подробных папирусов, посвященных медицине и фармакологии. А выводы ученых-египтологов, базирующихся на изучении огромного количества мумий, просто потрясающие. Оказывается, древнеегипетские хирурги успешно проводили операции на сердце, пластические операции, пересадку органов и даже могли менять своим пациентам пол. Причем исследование мумий говорит о том, что большинство операций было проведено вполне успешно и профессионально, и прооперированные жили после них еще очень долго. Знаменитый папирус Смита, переведенный американским египтологом Брестидом и датированный примерно 1550 годом до нашей эры, представляет собой настоящий учебник хирургии. Папирус обильно украшен рисунками частей и органов тела до и после операции, что говорит о реалистичности и рациональности этого древнего манускрипта. В древнем Египте было развито протезирование. Этот протез пальца был частью ноги мумий и является одним из первых примеров протезирования в древнем мире. В 1902 году в пустынной местности Вади Аль-Хвитан в Египте археологи обнаружили хорошо сохранившиеся останки древнего предка кита базилозавра, жившего здесь 40 миллионов лет назад. Животное либо было беременным, либо накануне смерти съело собрата, поскольку у него в животе располагался еще один базилозавр. С тех пор в той местности обнаружили еще 9 скелетов базилозавров, в том числе единственный полностью нетронутый скелет из известных на сегодня ученых. Эту местность давно прозвали долиной китов, что звучит крайне загадочно, учитывая, что сегодня это голая пустыня. Одна из самых странных и недавних находок, обнаруженных рядом с пирамидами к югу от Гизы, 24 пустых черных ящика из гранита, весящих более 100 тонн каждый. Ученые были шокированы филигранностью работы по твердому камню и до сих пор остаются в неведении по поводу предназначения этих ящиков, сделанных более 3000 лет назад. Некоторые даже утверждают, что ящики не изготовлены древними египтянами, а оставлены на земле таинственными гостями со звезд. Тело древнеегипетского фараона Санахта считается самым древним из известных останков гигантского человека. Его рост достигал 198 сантиметров, не бывало для древних людей. По мнению ученых, изучавших скелет Санахта, это был первый из известных на сегодня науке случаев истинного гигантизма на земле. Веками эксперты считали, что внутри этой египетской мумии находится мертвая птица, однако после сканирования мумии выяснилось, она образовалась из недоношенного плода. По одному из предположений, мумифицированный ребенок – бастард фараона, который в какой-то момент соблазнился служанкой. Согласно результатам археологических тестов, у матери ребенка произошел выкидыш, когда она была примерно на 20-й неделе беременности. По-видимому, это одна из самых «молодых» мумий мира. Мумия Тутанкамона была одним из самых поразительных открытий ученых-египтологов. Но более всего их поразило то, что фараон, похороненный согласно всем египетским традициям, отличался от других мумий маленькой деталью. Он был положен в гробницу с полностью эрегированным членом. Укрепленный смолой орган поднимался под углом 90 градусов. Ученые не знают, зачем это было сделано, предполагая, однако, что это имеет какое-то отношение к религиозной деятельности Тутанхамона, который отверг новую религию солнцепоклонничества, насоздавшуюся его отцом, и в течение своего недолгого правления он находился у власти с 10 до 19 лет, пытался вернуть народ к старым богам. Украшения, обнаруженные в 1911 году в гробнице в деревне Эль-Герзе, возраст которой оценивается в 5000 лет, считаются самыми старыми на Земле. Бусины были сделаны из космического железа, принесенного на Землю метеоритами почти за 2000 лет до Железного века. Соединены в одно ожерелье с кусочками золота и драгоценных камней. Но для науки железные бусины самые драгоценные. Наличие кобальта и Германия подтверждает их космическое происхождение, а возраст наводит на мысль о том, что, быть может, обрабатывали их вовсе не на Земле, ведь кузнечного дела тогда еще не существовало. В 1970-х в Верхнем Египте была обнаружена книга заклинаний, возраст которой насчитывает 1300 лет. Она была написана в 7-8 веке на копском языке. Книга еще не полностью расшифрована, но ученые уже обнаружили в ней любовные заклинания, заклинания для изгнания злых духов, лечебные и проклинающие заклинания. Ученые назвали ее египетским справочником колдовских сил. Они полагают, что в нерасшифрованной пока части книги хранится еще больше тайн, которые раскроют правду о верованиях прошлого. Гераклеон, по-египетски Тонис, был крупным торговым городом древности. По преданию, его основал Александр Македонский. Именно здесь была коронована Клеопатра. Долгие годы он считался стертым с лица земли. Некоторые ученые и вовсе считали его мифическим, как когда-то трогим. Однако археологам удалось обнаружить его море недалеко от устья Нила на 50-метровой глубине. Гераклеон был обнаружен совсем недавно, в 2000 году. С тех пор его неисчислимые сокровища открывают перед археологами все новые тайные истории. Лодки Абидоса предназначены для перевозки фараонов за гробный мир. Их нашли в песках Египта, их возраст оценивают в 3000 лет. Всего археологи нашли 14 лодок, длина которых от 18 до 25 метров. Этот гигантский флот до сих пор поражает историкам мощью и совершенством. До обнаружения лодок Абидоса они считали египтян гораздо менее искусными в кораблестроении. Лодка Хеопса – исключительно хорошо сохранившееся, полноразмерное гребное судно из кедра, запечатанное в тайнике у подножия пирамиды Хеопса около 4,5 тысячи лет тому назад. Подобные солнечные лодки предназначались для доставки воскресшего фараона по небу к солнечному богу Рам. Судно длиною 43,5 метра было обнаружено только в 1954 году. После того, как Египет стал одной из провинций Римской империи, многие древние традиции подверглись изменению. Одна из них была такова – вместо похоронных масок стали появляться портреты. Благодаря сухому климату похоронные портреты неплохо сохранились и позволяют нам увидеть детали, как выглядят люди той эпохи. Египтяне, которые приняли римские обычаи, элины, потомки Птоломеев и другие. Всего таких портретов сохранилось около 900 и они по сей день поражают нас яркостью красок. В древнем Египте из-за вшей полностью сбивались волосы. Люди, не имеющие достаточное количество денег, ходили лысыми, но богачи могли позволить купить себе парик. Египтяне придавали большое значение ароматам и один из способов окружить себя приятным запахом для них были конусы, сделанные из воска или жира в смеси с миром, маслом корицы и другими ароматическими веществами. Эти конусы носились прямо на голове, привязываясь к парикам лентами. В жарком климате воск или жир начинал таять, распространяя аромат. К тому же эфирные масла отпугивали насекомых. В древнем Египте красивых женщин не хоронили сразу, чтобы избежать некрофилии. В древности некрофилия не была чем-то новым, поэтому, когда умирала красивая женщина, ее отдавали бальзамировщикам через 3-4 дня после ее смерти, чтобы они не смогли с ней совокупиться. Трупы мужчин и некрасивых женщин на бальзамирование отдавали сразу же после смерти. Во время мумификации мозг вытаскивали через ноздри. После этого все внутренние органы также удалялись и помещались в специальные банки. Единственным органом, который оставался в теле, было сердце, поскольку считалось, что в нем содержится душа. Древние египтяне сбривали себе брови, чтобы оплакать гибель своих кошек. И, возможно, самый неожиданный факт для современного человека – египтяне спали на подушках из камня. Собрала материал, смонтировала и озвучила видео. Я, Елена Руденко. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова